Глобальное потепление может привести не только к нарушению баланса экосистемы, но и к увеличению количества больных с камнями в почках. Автор исследования, ученый из Филадельфии, установил прямую причинно-следственную связь между двумя этими явлениями. Современная медицина научилась быстро и практически безболезненно выводить камни из почек. Но достаточно ли этого для полного излечения? И к какому врачу нужно обратиться, чтобы избежать рецидива заболевания? Об этом поговорим сегодня в эфире программы «Медицинский квест». Мы начинаем. Если верить статистике, мочекаменной болезни подвержен каждый 11-й житель планеты. Это заболевание стоит на втором месте среди всех урологических патологий и уступает лишь простатиту. На первых стадиях камни в почках могут вообще никак себя не проявлять и обнаружиться случайно, во время планового обследования. Но чаще всего о болезни дают знать почечная колика, рейс при мочеиспускании, боли в пояснице и высокая температура. У меня была невероятная боль. Сначала даже никто не знал, что у меня вообще происходит. Мы вызвали скорую с моими родителями. И предполагали сначала, что это вообще аппендицит даже или что-то с кишечником. А в каком месте была боль? Покажите рукой. Здесь. Сегодня гость в нашей студии – Михаил Чуриков. Молодому человеку всего 23, но он уже прочувствовал на себе все прелести мочекаменной болезни. Несколько раз проходил процедуру дробления камней, но они образовываются снова. С помощью экспертов нашей программы Михаил намерен положить этому конец. То есть боль возобновлялась? Да. Вы больше не вызывали врача и боролись с этим самостоятельно? Температура тела была нормальная? Да. Чем это закончилось? Как это прекратилось? Да это прекратилось само собой. Как-то через неделю у меня просто прошли боли. Бороться за здоровье Михаила сегодня будут три врача. Каждый уверен, что его метод – самый надежный и действенный. Я Григорьев Николай Александрович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель клиники урологии Европейского медицинского центра, заведующий кафедрой урологии медицинской школы ЕМС. По моему мнению, Михаилу следует выбрать ретроградную гибкую пилолитотрепсию с обеих сторон. В ходе обследования доктор Григорьев выяснил, что камни у Михаила есть в обеих почках. Но Владимира Иванова больше интересовал их размер, чем местоположение. Значит, у вас за год было 4 эпизода, и все они спровожжались отхождением конкрементов. А крупные были камни, которые уходили? 4,8 мм и 4,4 мм. И один маленький, там около 2,5-3 мм. Я Иванов Владимир Юрьевич, заведующий отделением ударно-волновой литрепсии больницы имени Спас-Кукотского, города Москвы. Я считаю, что у данного пациента можно выполнить дистанционную ударно-волновую литрепсию. Лечение мочекаменной болезни невозможно без участия эндокринолога, уверена Ольга Рождественская. У нее тоже есть вопросы к Михаилу. А не было такого, что в 18 лет у вас резко произошел набор веса? Или, наоборот, резко похудели? Не было ли гормонального сбоя в пик, скажем так, в разгар мочекаменной болезни? Набор веса, да, был. За период точно сказать не могу, но был вес у меня минимальный вообще самый – 72 кг. И я набрал вес до 124 кг. Меня зовут Рождественская Ольга Анатольевна. Я врач-эндокринолог, член американского, китайского и российского общества эндокринологов. Нашему пациенту я предлагаю метаболический подход в лечении мочекаменной болезни. Кто из наших экспертов окажется более убедительным и какому методу отдаст предпочтение Михаил – об этом смотрите далее. Субтитры создавал DimaTorzok В первой части вы сможете задать дополнительные вопросы своим коллегам, а в третьей части к нам присоединится иностранный специалист. Ну что ж, мы готовы пройти этот квест. Пожалуйста, занимайте свои места. Николай Александрович, расскажите нам, пожалуйста, о пациенте. Вы уже поставили диагноз? Ну, диагноз у Михаила поставить достаточно просто. Его диагноз звучит как мочекаменная болезнь. Поставить этот диагноз очень просто, потому что у Михаила неоднократно отходили конкременты с мочой. Соответственно, это самое яркое проявление этого заболевания. И те беспокойства, те жалобы, которые имели место быть, они у него все достаточно классические. Скажите, как часто к вам обращаются такие молодые пациенты с подобной проблемой? К несчастью, мочекаменная болезнь молодеет. И если раньше средний пациент с мочекаменной болезнью, это был пациент за 40 лет, сегодня пациенты становятся все более и более молодые. И какой способ лечения вы обычно предлагаете своим пациентам? Ну и сразу же второй вопрос, подходит ли этот способ лечения нашему Михаилу? Здесь невозможно ответить однозначно, потому что методов лечения мочекаменной болезни несколько. И неправильно было бы говорить, что я выбираю какой-то один, потому что он мне больше всего нравится. Нет, каждому пациенту подходит свой метод лечения. Но Михаилу, на мой взгляд, следует предложить так называемую ретроградную гибкую пиелолитотрепсию. Сложное название немножечко, да? Но это операция, которая выполняется по естественным мочевым путям. Нет, это точно мне не подходит. Кажется, метод, предложенный Николаем Григорьевым, напугал нашего пациента еще до выяснения подробностей. Без дополнительных разрезов. Она относится к малоинвазивным эндоскопическим процедурам, когда мы входим в мочевые пути и движемся при помощи наших специальных эндоскопических устройств, движемся к полостной системе почки. Вот вы знаете, мне бы хотелось сейчас нашим зрителям показать, как происходит эта операция, чтобы доказать на самом деле, что она малоинвазивная. Пожалуйста, прокомментируйте. Ну, здесь мы видим мочевой пузырь в разрезе, и вот в устье мочеточника заводится, мы это называем струна, это тоненькая гибкая структура, по которой уже в мочеточник устанавливается вот такая тоненькая трубочка, она называется мочеточниковый кожух. И по просвету этой трубочки в полостную систему почки заводится эндоскоп. Я подобное уже видел, и это вызывает у меня огромный страх, и это не хотелось бы испытать на себе. С его помощью мы видим, что мы делаем. По его просвету мы можем проводить различные инструменты. Вот здесь мы видим, как лазер разрушает камни. Повторяю, это делается под контролем зрения, это управляется хирургом. И по просвету уже этого инструмента, по его рабочему каналу, могут проводиться и специальные корзиночки, которыми можно камни захватывать и извлекать наружу. То есть не нужно дожидаться, когда камушки или то, что от них осталось, выйдет естественным образом? Часть камушков выходит естественным образом, но они превращаются в песок. Это уже не камни. Это уже песок, который отходит абсолютно безболезненно, не доставляет дискомфорта пациенту. Насколько мне известно, эта методика не так давно стала в нашей стране применяться. Вот скажите, пожалуйста, в чем ее основная уникальность? Вот вы бы что выделили в первую очередь? Основная уникальность этого метода в том, что он нам позволяет заглянуть в любой участок мочевой системы человека. Даже в самый-самый отдаленный. Именно заглянуть и что-то сделать. Не только заглянуть, но и произвести какие-то действия. Ну, я согласен с этим. Я согласен с тем, что это один из самых эффективных способов, наверное. Но я просто психологически не могу, наверное, перенести этот способ. Эта методика действительно пока что не имеет широкого распространения на территории нашей страны. При том, что в соседних державах она используется уже более активно. Проблема этого метода в том, что он довольно дорог. И не входит в систему ОМС, естественно. И не входит в систему ОМС, да. Большое спасибо. Владимир Юрьевич, к вам вопрос. Вы используете гибкий эндоскоп в лечении больных камнями? Да, использую. Подобный метод применяете? Да. Как к нему относитесь? Положительно. Положительно. Как сказал Николай Александрович, что действительно стоимость этого метода, она пока не дает ему развиваться так, как бы нам хотелось бы. А так, превосходный метод, который дает превосходный прогнозируемый результат по лечению мочекаменной болезни. Сможет ли Владимир Иванов предложить более щадящий способ? Как вы считаете, нашему Михаилу подойдет этот метод или вы будете рекомендовать какой-то другой? Дело в том, что в данной ситуации пациенту можно выполнить как и таким методом, так и выполнить дистанционную элитрепсию. Да, вот как раз я о ней задумываюсь. Поэтому отчасти решение должно быть приниматься совместно вместе с пациентом и врачом. Это должно быть обоюдное решение, потому что современные клинические рекомендации, эти два метода в такой клинической ситуации, как у Михаила, они являются равнозначными. Ну тогда давайте расскажем нашим зрителям, что такое дистанционная элитрепсия, как она проходит и можно ли назвать этот метод малоинвазивным? Пожалуйста, прокомментируйте. Ну, дистанционная элитрепсия – это не только малоинвазивный, он абсолютно безинвазивный метод, потому что никаких разрезов и никакого вторжения в организм не осуществляется. Пациент вздохнул с облегчением. Этот метод ему явно нравится больше. Именно поэтому я его и хочу рассматривать, в принципе, в первую очередь. Фрагментация камня, его разрушение происходит за счет фокусированной энергии ударной волны, которая продуцируется специальным устройством, так называемым литотриптором. Кстати, вот этот эффект электрогидравлический был впервые предложен советским инженером Юткиным, который работал в Петербурге. И даже были тогда сделаны первые аппараты, это было в 50-х годах прошлого века, которые применялись для дробления камней в мочевом пузыре. И только спустя много лет, в 80-х годах, на основании этих работ в Германии был разработан аппарат, который позволял дробить камни в почках. И это абсолютно перевернуло полностью представление о лечении мочевикальной болезни, которые раньше вообще делали достаточно серьезные, большие операции с большими разрезами, с большими осложнениями. Скажите, пожалуйста, а любые ли камни можно раздробить подобным образом? К сожалению, нет. Вот. Имеется ограничение по размеру камня, потому что клинические рекомендации, опять же, не советуют дробить камни больше 2 см в диаметре. Слава богу, мой размер позволяет мне использовать этот метод лечения. Также важно знать, чтобы пациент был полностью обследован. Надо знать плотность камня. Опять же, при плотности камня выше 1000 единиц Хаусфилда, который показывают на компьютерной томографии, плотность камня можно узнать. Тоже эффективность дробления, она может быть низкой. И важный фактор, который мы можем также выяснить при компьютерной томографии, это расстояние от камня, от кожи до камня. Померить. Если это расстояние больше 10 см, мы меряем, то тоже эффективность, может быть, литрепсии низкая. Расскажите, пожалуйста, о характере камня Михаила. Если можно так выразиться. Вообще, у камня есть характер? Когда мы уже имеем сам камень пациента, который мы получили в результате операции, либо камень вышел самостоятельно, нам важно знать химический состав, для того, чтобы нам спрогнозировать вероятность повторения мочекаменной болезни, и, во-вторых, предложить какие-то меры, чтобы повторно это заболевание не повторяло, не возвращалось. Спасибо большое. Все пока на этом этапе понятно. Ольга Анатольевна, возможно, некоторые наши телезрители находятся в недоумении. Почему мы пригласили врача-эндокринолога? Вот я предлагаю вам об этом рассказать. Эти методы не лечат, а снимают обострение. Но ни один из них не спасет от рецидива, уверена Ольга Рождественская. Но ни для кого не секрет, что мочекаменная болезнь относится к заболеваниям обмена веществ. И я считаю, что не просто лечение мочекаменной болезни, но и важна профилактика. Профилактика рецидива мочекаменной болезни, потому что это заболевание относится к хроническим. Как правило, дебют заболевания приходится на половозрелый возраст или когда происходят гормональные нарушения. То есть это либо в репродуктивном возрасте, либо это уже климактерический или возрастной. Но наш Михаил 23-летний... Ну, как раз старт произошел в 18 лет. Как раз когда наши половые гормоны, они начинают активировать, набирать обороты. И это самый гормональный пик. И что мы знаем из анамнеза? Мы знаем, что у нашего пациента было морбидное ожирение. Он в течение двух лет набрал более 50 килограмм. Неправильный образ жизни, алкоголь, переедание, малоподвижный образ жизни. И это все как раз было, на мой взгляд, триггером. Триггером вот этого многофакторного метаболического заболевания. Да, я считаю, как раз это и спровоцировало у меня образование камней. Конкретно имею в виду алкоголь. Потому что мочекаменная болезнь мы относим к метаболическому синдрому уже давно. И, как правило, когда наши коллеги нам... Мы же совместно лечим данное заболевание. Но об этом не все знают, я вам хочу сказать, что вы лечите совместно. Даже некоторые врачи об этом не знают. Именно поэтому я сегодня здесь, чтобы рассказать о своих методах и подходах к терапии мочекаменной болезни. Я считаю, что диета-терапия, витамино-терапия и вообще нутрициология, она является, ну, пожалуй, и основной терапией для профилактики рецидива. У наших пациентов, как правило, происходит метаболический ацидоз. То есть закисление. Из-за чего это могло произойти? Да, из-за возраста, из-за гормональных нарушений. Как правило, бывает. А бывает, что из-за каких-то хронических заболеваний, сопутствующих, ожирение, диабет, какие-то сосудистые нарушения, и произошел метаболический ацидоз. До того, как мы с вами встретились, вы попросили, чтобы Михаил сдал несколько анализов. Вот расскажите, пожалуйста, о них. Почему вы назначили именно эти анализы и что вы смогли по ним определить? Первое, что мне нужно было знать, общий анализ мочи. Банальный метод, но что мне как эндокринологу важно? Конечно, ПАЖ. И ПАЖ у нашего пациента находится в кислой среде. Что, в принципе, подтверждает и диагноз, и этиологию данных камней. Далее. Также, как для эндокринолога, мне было интересно гормональный фон. Потому что на сегодняшний день мы точно знаем, что камни образования, причем не только в почках, а и в желчном пузыре, и в слюных железах, напрямую коллерируют с снижением половых гормонов. Как дела у Михаила с гормональным фоном? У Михаила с гормональным фоном как раз-таки все в порядке. Где нарушения тогда? Еще интереснее случай. Мы проверили гормоны паращитовидной железы, потому что паращитовидная железа имеет второе место по причине камне образования. И там у него все в порядке. И что мы все-таки выявили? Мы выявили дефицит гормона Д, витамина Д. То есть нарушение кальция-фосфорного обмена. Этот пресловутый витамин Д, он везде вылезает. А все не просто так, потому что, да, витамин Д, он относится к витаминам, но рецепторы витамина Д, они повсюду. И они строение имеют как у стероидных гормонов. И, соответственно, функция у витамина Д многогранна. Получается, история такая, что у пациента происходит окисление, его мы защелачиваем, да, он же наблюдается у докторов, происходит защелачивание. И поскольку низкий витамин Д, начинают образоваться новые камни. То есть компоненты камней совершенно другие. И получается замкнутый круг. Не очень хорошая новость. Кажется, Михаил запутался окончательно. Так есть ли шанс вылечить его болезнь? Мы также выявили у него дефицит витаминов группы В. И теория микроэлементов и витаминов, она существует в камнеобразовании. И поэтому необходимо ему добавить также витамины группы В. Хорошо. Что делать сейчас? Ему все-таки нужно пойти сначала к урологу, а потом уже наблюдаться у эндокринолога, по вашему мнению? По моему мнению, мы должны одновременно начинать лечение. Старт у нас должен быть совместный. Диета, микроэлементы, витамин. И еще один немаловажный момент – это микробиоты кишечника, которые влияют на всасываемость этих витаминов и микроэлементов. Но и без урологов не обойтись в этом случае. Николай Александрович, ваше мнение. Хочу узнать, как часто вы в паре с эндокринологами работаете? Мы стараемся это делать постоянно, потому что есть такое расхожее в урологии уже, не мнение, а такой слоган. Удалить камень не значит избавить пациента от мочекаменной болезни. Согласен. Нельзя допускать его новое образование. Да. Без нашей помощи большая часть камней не в состоянии покинуть мочевые пути человека. Но удалив камень, мы должны узнать его химический состав, мы должны провести комплекс диагностических мероприятий в соответствии с тем, какой это по характеру, как вы правильно сказали, камень, по химическому его составу. Дальше мы проводим комплекс диагностических мероприятий, мы пытаемся найти какие-то нарушения в организме, и дальше совместно с коллегами-эндокринологами заниматься уже профилактикой, или есть еще одно такое красивое слово – метафилактика мочекаменной болезни. Это то, без чего сегодня по-хорошему нельзя подходить к лечению пациента. Большое спасибо. Ну что ж, удаление камней из почек, как показал опыт Михаила Чурикова, основная, но не единственная часть лечения. Как должен вести себя пациент после операции, чтобы камни не появились вновь? Влияет ли метод извлечения камней на последующий рецидив? Об этом в следующей части программы. Дистанционное дробление камней в почке, удаление камня через естественное отверстие гибким эндоскопом или же коррекция обменных нарушений и стабилизация гормонального фона. Сегодня вместе с ведущими экспертами выбираем оптимальный вариант лечения для 23-летнего Михаила Чурикова. Ольга Анатольевна, я начну, пожалуй, наш второй эпизод, а после предоставлю вам возможность со своими коллегами пообщаться. Достаточно ли только коррекции гормонального фона на значение витамина D Михаилу, или же вы посоветуете ему, я не знаю, вести активный образ жизни, например, поменять работу? Начнем с диетотерапии. Необходимо ограничить употребление белковых продуктов. Белка полностью не убираем, но до двух раз в неделю, не чаще. Это первый момент. Да, это я уже сделал, я в принципе убрал белок. То есть диетотерапией действительно можно сдвинуть, то есть убрать кислотную среду. Я хочу для себя уточнить. То есть все-таки повышенное содержание белка в рационе человека, у которого есть камни в почках, провоцирует развитие? Плюс наследственная предрасположенность, плюс, скажем так, окисление. А у здорового человека? Можно тоже довести до мочекаменной болезни. Я как никто вижу это на вот этих монодиетах. Вам и доверяем, безусловно. К кому из экспертов у вас есть вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а возраст играет роль на выбор хирургического лечения? Ну, лично я придерживаюсь мнения, и оно как бы подкреплено той литературой, которую я изучал, что, как это ни парадоксально звучит, что чем человек старше, тем тактика должна быть агрессивнее наша хирургическая. Потому что у всех пожилых есть инфекция мочевых путей в той или иной степени. А недостатком дистанционно-ударно-волновой ретрипсии является то, что мы не можем прогнозировать результат достоверно. Сколько потребуется сеансов? Владимир Иванов критикует представленный им же самим способ лечения. Что ж, по крайней мере, честно. Потребуются ли какие-то дополнительные процедуры? Как эти фрагменты будут отходить? Очень много неизвестных. И вот вкупе с тем, что пациенты ослаблены, у пациента наверняка есть мочевая инфекция, есть масса сопутствующих заболеваний, всё-таки лучше сразу подобрать такой метод, который был бы более эффективен и давал более надёжный результат. Владимир Юрьевич, подскажите ещё один вопрос. Если у пациента сахарный диабет, то на полной компенсации берёте или допускается там субкомпенсация? То есть на сахара вы смотрите или нет противопоказаний к данной процедуре? Ну, при абсолютном противопоказании дистанционной литрипсии на данный момент является только беременность и нелеченные кауглопатии, и костные аномалии, которые препятствуют уложить правильно пациента, чтобы ударная волна дошла до камня. И острая инфекция. Ну, и острая инфекция. Поэтому диабета здесь нет. Но, естественно, речь идёт только о полосекомпенсированных или субкомпенсированных. Николай Александрович... Вы смотрите, да. Сахарный диабет – это как раз тот нехороший фон, который способствует повышению вероятности инфекционно-воспалительных осложнений у нашей категории пациентов. Поэтому, конечно, идеальный вариант, если он будет компенсирован, и идеальный вариант для этих пациентов – подготовленные мочевые пути к любой процедуре. Потому что инфекционный процесс и осложнение инфекционно-воспалительное – это, пожалуй, одни из самых неприятных возможных осложнений, с которыми мы можем столкнуться. Это действительно так. Николай Александрович, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а если мы у молодого мужчины прибегаем к данному виду хирургического лечения, есть ли опасность по нарушению мужского здоровья? Отличный вопрос. Нет, нет, нет. Ни один существующий ныне метод лечения, ни эндоскопический, ни дистанционная литотрепсия не имеют отражений у мужчин. Психологически точно нарушает, поэтому как раз я и против этого способа. У мужчин? И репродуктивного тоже не нарушает. Это у мужчин не нарушает, а вот у женщин есть информация о том, что дистанционная литотрепсия камней, находящихся в нижней третьем мочеточнике, в нижней, близко к мочевому пузырю, не очень желательно из-за возможного повреждения внутренних репродуктивных органов ударными волнами. Это последние исследования какие-то? Это даже не последние, это давно известно. В целом, если мы посмотрим на статистику применения различных методов лечения мочекаменной болезни в мире, то был мощный всплеск в частоте использования дистанционной литотрепсии в 70-х годах, тогда, когда этот метод был на пике, когда он был самым популярным. И в последующем, до настоящего времени, мы видим, ну, когда-то очень резкий спад, а сейчас плавный спад частоты использования дистанционной литотрепсии. Жизнь становится активней, люди хотят знать, когда они станут здоровыми. А когда мы выбираем дистанционную литотрепсию как метод лечения, мы ответить на вопрос пациента, когда я, доктор, буду здоров, не можем. Когда я буду без камней? Может быть, никогда. Статистически фрагменты камней после дистанционного дробления могут отходить до 3-4 месяцев. Поэтому, когда мы знакомим пациента, а это всегда надо делать так, мы знакомим пациента со всеми возможными методами, и рекомендуем тот, который нам кажется более эффективным конкретно для него. Пациент принимает вместе с нами решение. Сегодня ведь это так. Или должно быть так. У человека должен быть выбор. Обязательно. И когда пациент знакомится со всеми возможными методами лечения, он все реже выбирает дистанционное дробление сам. Несмотря на то, что действительно, этот метод не сопряжен с вторжением в организм. Но он не исключает осложнение. Так же, как и другой метод. Так же, как и любой метод лечения. Мы говорим о хирургии. Эндоскопическая она или нет. Любой метод лечения, активного лечения, имеет свой процент осложнение. Ну, кстати говоря, мы не поговорили о боли. Я, когда готовилась к программе, посетила несколько сайтов. Так вот, люди, которые проходили дистанционную литотрепсию, в основном пишут, что это болезненно. А вы не даете обезболивающие своим пациентам? Или даете, но недостаточно, нужно это или не нужно? Объясните, пожалуйста. Все, во-первых, все зависит от того, на каком аппарате производится дробление. Аппараты последнего поколения, третьего поколения, оно, в принципе, действительно позволяет проводить сеансы с леотрепсией без дополнительного обезболивания. Но, опять же, мой опыт показывает, что при применении анестезии эффективность дистанционной литотрепсии она несколько выше. За счет того, что пациент лежит спокойнее, расслабленный. Во-вторых, пациент дышит ровнее, потому что наведение, вот это, куда должен быть фокусирован ударная волна, оно производится под рентгеновским или УЗИ-контролем. И во время дыхания смещается почка, соответственно, смещается камень. И, соответственно, не все импульсы ударной волны они попадают непосредственно по камню. И когда пациент дышит ровнее, мы можем подобрать такую частоту, чтобы это было более-менее синхронизировано и эффективность возрастает. Вы знаете, но это даже как-то и человечнее, что ли, с анестезией камни удалять. Да, я верю, что мой опыт пока, что, конечно, лучше использовать анестезию. Но она гораздо анестезия более лёгкая, чем используется при эндоскопических операциях. Спасибо большое. Кому из коллег есть вопросы у вас? У меня вопрос, наверное, к Олеге Анатольевне. Как вы видите дальнейшую, вот именно коррекцию, его нарушение, связанное с гормональным фоном? Во-первых, начинаем с диеты. Я для таких пациентов выбираю герметическое питание, то есть с низкокалорийным рационом. Возможно, с исключением ужина или завтрака, но мы вгоняем в некий стресс диетический. Он на самом деле, по последним данным, даже полезен людям с нарушениями метаболизма. Мы убираем перекусы, потому что на перекусах повышается гормон инсулин, а мочекаменная болезнь... Много существует работ, которые нам говорят, что имеется взаимосвязь инсулинорезистентность и мочекаменной болезнь. Поэтому мы боремся всегда с инсулинорезистентностью. То есть наша терапия дает похудение пациенту нашему. Далее мы даем рекомендации относительно белка. Это зависит от веса, от возраста, от пола, даже иногда от расы. Хотя очень часто к нам обращаются вегетарианцы тоже с камнями. Просто у них другого характера камни. Но это тоже очень-очень часто. Что касается гормонотерапии? Гормонотерапии. Гормонотерапию мы нормализовываем паратериоидные железы, функцию паратериоидных желез, потому что очень-очень часто там кроется проблема. Ну, также, что хочу сказать, добавить к всему вышесказанному, необходим питьевой режим, чтобы это все, конечно, вымывалось. Как не наши, если они даже начинали образовываться, чтобы они выходили, не набирая габариты. Это, пожалуй, самая лучшая рекомендация, которую может дать врач пациент с мочекаменной болезнью любого вида. Чем больше человек пьет, тем меньше вероятности образования из растворенных в моче солей, каких-то более плотных конгломератов, образования мелких камней, роста камней и так далее. Но больше это сколько? Сейчас споры ведутся очень активно относительно того, сколько нужно пить литров жидкости в день. Ну, вот если мы возьмем конкретный пример Михаила, Михаил относится к категории пациентов высокого риска рецидивного камнеобразования. Даже если мы удалим камни, любым способом, какой, я не знаю, мы выберем ли в конце вместе с Михаилом этот способ или нет, но при условии, что мы удалили все камни у Михаила, вероятность рецидива у него будет выше 50%, это точно. И если мы не будем заниматься его метаболизмом, если мы не будем проводить метафилактические мероприятия, то в его ситуации вероятность рецидива будет выше 90%. Николай Александрович, вот вопрос от аудитории, которые любят народные средства лечения. Можно ли вылечить, вывести камни из почек при помощи жидкости и... И трав. Насчет эффективности народной медицины у Николая Григорьева сомнений нет. Она, как минимум, бесполезная. И травы специальные. И травы. Специальные травы. Не какой-то травы, а специальные. Да, я много раз слышал эти истории, никогда в своей практике не видел их подтверждения. Никогда. Я совершенно не против народной медицины. К несчастью, мы утратили, возможно, ее основы, и этому никто не учит. Серьезно. Сегодня. В медицинской высшей школе курса по фитотерапии... Нет. Поэтому мы должны с вами четко понимать, что все народные средства транслируются в аудиторию пациентов людьми, обычно не имеющими медицинского образования. Со всеми вытекающими отсутствия последствиями. К чему может привести такое лечение? Такое лечение... Хорошо, если оно не навредит. Но когда я говорю, что мы перестали владеть способами фитотерапии, это не означает, что они не оказывают на организм влияние. А влияние это может быть очень разным. Принимая тот или иной сбор травяной, мы можем вызвать, во-первых, усиленное камнеобразование. Это вряд ли может вызвать отхождение камней. Да, вот сегодня в природе не существует гарантированного способа выгнать камень, как пациенты говорят. Выгоните мне камень. Я не знаю, как это сделать. Нет таких способов в природе. Доказано выгоняющих. Самая большая неприятность, которой грозит пациенту с мочекаменной болезнью, это ее осложнение. И в первую очередь тяжелые, инфекционно-воспалительные, под названием острый пилонефрит. Это болезнь, от которой человек может погибнуть. Поэтому это достаточно серьезно. Большое спасибо. Я считаю, что это очень важно. Мы из программы в программу напоминаем нашим зрителям, что и самолечение опасно, и назначение себе неких лекарственных трав. Пожалуйста, ваши вопросы к коллегам. Ну, у меня, наверное, вопрос к Владимиру Юрьевичу будет вот какой. Как часто, Владимир Юрьевич, в вашей практике дистанционная литотрепсия требует повторных сеансов и требует дополнительных эндоурологических мероприятий? Ну, повторные сеансы, это, опять же, зависит от используемой аппаратуры. И где-то у нас статистика такая, что у нас одного пациента необходимо, ну, это идет речь в статистике, где-то 1,5 сеансов идет. 1,5 сеансов дистанционной литотрепсии. Это значит, кому-то 3, кому-то 1, все по-разному. Большое спасибо, уважаемые эксперты. Я благодарю вас за четкие и развернутые ответы. Ну, а буквально через несколько минут к нашему консилиуму присоединится еще один эксперт, он-куролог из Израиля Эли Тавди. Буквально через несколько минут к нашему разговору присоединится наш пациент Михаил, ну, а сейчас мы готовы связаться с нашим экспертом из Израиля, урологом Эли Тавди. Здравствуйте, как вы нас слышите? Дорогие, уважаемые коллеги, приветствую вас из Израиля. Слушаю внимательно. Ну что ж, вы слышали о всех предложенных методах лечения. Какой из них вы используете чаще? Давайте начнем обсуждать каждый из трех существующих на этот момент времени в эндоурологии методов лечения камней. Начнем с наиболее простого. Это экстракорбональное, экстракорбональное дробление с помощью ультразвуковых волн. Я думаю, что в его конкретном случае этот метод не подходит, неприемлем, потому что камни, они множественные в одной самой почке. И к тому же не в одной, а с двух сторон, в обеих почках. Поэтому одновременно дробить все камни с двух сторон не представляется физически, технически возможным. Метод, предложенный Владимиром Ивановым, иностранный коллега оценил как неэффективный. И процент успеха невысокий, поэтому я бы от этого метода отказался сразу. Второй метод – это эндоскопия, гибкая эндоскопия, ретроградная, через мочевой пузырь. Вот это как раз тот метод, от которого я бы ему предложил. Преимущество в том, что можно одновременно в одном наркозе, в одной операции почистить сначала одну почку, потом другую. А какой метод лечения практикуете вы? Я лично в последние годы очень часто, почти всегда применяю метод так называемый супайн-ПСНЛ, когда больной укладывается в положении на спину, то есть лежа на спине с раздвинутыми ногами, то есть литотомическая позиция, которая дает нам возможность одновременного использования и гибкой оптики ретроградной через мочевой пузырь и проникновения в почку через кожным доступом. И это дает возможность дробить камни и в мочеточнике, допустим, если это нужно, и в почке, и технически это совершенно возможно, и я даже предпочитаю этот метод. Большое спасибо. Спасибо. Ну, как вы видите, коллеги из Израиля дистанционную литотрепсию не поддерживают. Что можете сказать? Ну, сначала я хочу, наверное, задать вопрос Николаю Александровичу. В рутинной практике вы одномоментно, насколько часто используете одномоментное выполнение ретроградной пилолитрепсии? Сегодня с условием того, что мы очень хорошо владели этой методикой, и у нас есть техническая возможность ее выполнения, мы достаточно часто делаем операции с двух сторон. Это действительно когда-то считалось не очень хорошо, но сегодняшний день, в общем-то, практически во всех центрах, которые используют этот метод лечения, операции с двух сторон считаются рутиной. Это нормально, это можно делать. Это экономит время, это, ну, опять же, при правильно отобранном пациенте и при правильной его подготовке к операции, безусловно. Но с двух сторон это можно делать. А с двух сторон дистанционную литотрепсию? С двух сторон дистанционную литотрепсию я бы не стал делать, потому что, повторюсь, это не очень контролируемый нами метод. Мы не знаем, каковы будут ближайшие отдаленные последствия, насколько будут хорошо отходить фрагменты и не вызовут ли они обструктивных осложнений. Большое спасибо, но я думаю, что самое время пригласить в нашу студию главного участника сегодняшней программы Михаила. Михаил, проходите к нам, пожалуйста. Для наших экспертов настал час икс. Кому из них отдаст свое предпочтение Михаил? Ну что ж, рассказывайте, что нового вы узнали, какие вопросы остались к нашим экспертам. Вот, пожалуйста. Да, я узнал, наверное, несколько способов удаления камней, в принципе. Но больше я склоняюсь как раз к дистанционной литротрепсии. Но это, наверное, связано только с моими страхами. Страхами оперативного вмешательства? А что за страхи? Какой страх больше всего вас беспокоит? Это как раз как выполняется, наверное, операция. Вот. Но я согласен с тем, что контактная операция, в принципе, это самое эффективное. И как показывает, в принципе, статистика моих знакомых, друзей, которые уже тоже с этим сталкивались. Вот. А так у меня будет только один, наверное, общий вопрос. Так как я очень часто был у урологов уже и интересовался одним и тем же. Это конкретно диетой. То, что мне можно употреблять, и то, что категорически запрещено. И каждый раз мне советовали абсолютно разные. Наверное, Ольга, к вам. Давайте я отвечу. Значит, самая главная рекомендация питьевой режим. Конкретно вы должны употреблять жидкости, обычной воды, около трёх литров. Но больше двух – это точно. Второй момент. Вы должны не совсем исключать мясо, но до двух раз в неделю. Это нормально, это хорошо. Третий момент. Необходимо уменьшить колораж питания, а именно, может быть, исключить завтрак два раза в неделю или ужин, что вам будет легче. То есть тем самым уменьшить калорийность и объём пищи. Убрать перекусы и постараться снизить массу тела. Как только вы метаболически будете здоровы, я вас уверяю, что и история с мочекаменной болезнью у вас будет... Если будет рецидив, пусть он будет лет через 40. Михаил, озвучьте нам, пожалуйста, баллы, которые вы выставили методикам. 5,5 у вас и за дистанционную литотрепсию, да? Да. Но всё-таки склоняетесь больше к дистанционной. Да. И 7 за коррекцию питания и гормонального фона. Рассказывайте теперь, что будете делать. Сегодня получили знания. Завтра как начнёте лечиться? Михаил сделал свой выбор. В ходе дискуссии он не изменил мнение, которого придерживался в самом начале программы. Ну, во-первых, я буду больше работать с эндокринологом. Это во-первых. Потому что удаление камней – это одно. Но нужно выявить причину, как уже говорили ранее. Это, наверное, самое важное, в принципе, для меня. А потом уже буду разбираться с удалением, устранением уже имеющихся камней. Ну что ж, мы сегодня с вами узнали самый большой секрет, что урологи работают совместно с эндокринологами в лечении мочекаменной болезни. Я желаю, чтобы всё у вас получилось и в лечении всё было хорошо. Спасибо. Я благодарю наших экспертов. Большое спасибо, что нашли время и приехали сегодня в нашу студию. Напоминаю, что с вами была программа «Медицинский квест». Увидимся. Пациент сделал свой выбор. Он услышал о различных методах, узнал о их недостатках, о их достоинствах и так далее. И он принял именно это решение. И оно, в принципе, такой метод может быть ему выполнен. И раз он его выбрал, значит, его можно ему и сделать. Я считаю, что наш пациент сделал правильный выбор, что помимо хирургического лечения, он акцентрировал своё желание на диетотерапии, на терапии витаминами, микроэлементами. Также нормализация микрофлоры. Всё будет способствовать улучшению метаболического здоровья. Продолжение следует...